Мы извлекли большой опыт из предыдущих чрезвычайных ситуаций, заявил Аким Туркестанской области у Мирзак Шукеев в ходе учений по предупреждению чрезвычайных ситуаций. По его словам, в области подтопления угрожает селам семи районов, расположенных вдоль реки Сырдарья и горной местности. Потому и была разработана антикризисная карта, включающая 200 возможных ЧАЭС. «Эти учения – неформальность. К ним нужно подойти со всей ответственностью, потому что каждая ЧАЭС наносит большой урон. Только по махтаральским событиям прошлого года ущерб составил 30 миллиардов тенге. Никто не помнит, какой ущерб был нанесен Тулеби. У нас есть опыт и возможности преодоления стихийных бедствий, но необходима профилактика или предупреждение таких чрезвычайных ситуаций. Поэтому призываю вас принять активное участие в сегодняшних учениях». Участники учений районные Акимы поспешили высказать свои предложения по части финансирования. Но Мирзак Шукеев заявил, средства будут выделяться только в случае крайней необходимости. А вместо того, чтобы просить деньги, поручил ежемесячно проводить учения. «Уважаемый Мирзак Истаевич, в регионе есть еще ряд проблем. В январе обследовано около 90 километров защитных дам вдоль реки в Кентау, Арыском, Атрарском и Шардаринском районах, построенных в 2007-2014 годах. В результате наблюдалась низкая способность защиты от наводнений. В целях поддержания этих плотин я предлагаю районным Акиматам взять эти плотины в собственность и провести восстановительные работы». Акимобласти считает, что в случае ЧП каждый должен четко знать свои обязанности. Прежде всего необходимо создать штаб и принять немедленные меры в течение одного часа. К ним относятся эвакуация жителей, охрана имущества и эвакуация скота. Чтобы не допустить распространения ложной информации во время аварии, официальная информация должна распространяться каждые 20 минут с места происшествия.